МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА «Облачает тысячи писем от людей, которые поддерживают меня, просит выдвинуть свою кандидатуру», сказал сегодня Назарбаев на традиционной встрече с известными казахстанскими женщинами в преддверии 8 марта. «Мои личные планы были совсем другими, честно говоря. Я уже немало лет руководил Казахстаном, стою у истогов независимости. Может быть, пора менять декорации, как в театре говорят. Я так подумываю», – сказал он. Но всеобщее желание, стремление народа, единение огромное сейчас. «Сегодня есть возможность мне с вами посоветоваться. Что мне делать дальше», – добавил президент. Список прецедентов на пост президента Казахстана пополнился на одного человека. Так, в десятом по счету подал заявление в Центризбирком самовыдвиженец Ержан Сергазин. 44-летний военнослужащий из Алматы, сообщает Интерфак с Казахстаном. Ранее выдвинулись 8 самовыдвиженцев в 56-летний индивидуальный предприниматель Аскар Сыргабаев, 53-летний временно неработающий Софиола Алдажанов, 46-летний президент общественного фонда Рухани Кугам Алемы Лимана Акуйшиева, 38-летний инженер-строитель Бахыт Абдукаримов, 31-летний водитель Сухраб Мрзашев, а также 57-летний лидер общественного объединения «Оставим народу жильем» Исинбек Уктишбаев, пенсионер Якаб Жан Джунисбеков и 46-летний начальник АЗС Канаджуман. Кроме того, от коммунистической партии выдвинута кандидатура Тургуна Сыздыкова. Депутаты Сената парламента на пленарном заседании палаты сегодня одобрили поправки в закон о республиканском бюджете на 2015-2017 годы, передает Костак. Рост ВВП оценивается на уровне 1,5% в 2015 году, 2,2% в 2016 году и 3,3% в 2017 году. ВВП на душу населения увеличится с 12,5 тысяч долларов в 2015 году до 17,6 тысяч долларов в 2019 году, сказал министр национальной экономики Ирбул Аддасаев. Он отметил, что расходы республиканского бюджета на 2015 год прогнозируется в объеме 7,244,5 миллиарда в тенге, с уменьшением относительно утвержденного объема на 610,7 миллиарда в тенге. Казахстанский БТА-банк приветствует решение Верховного суда Франции поддержать ранее вынесенное судом Леона на постановление об экстрадиции экс-банкира Мухтара Аблязова в Россию или Украину, сообщил Интерфакс Казахстан. Это знаковое решение, которое поможет банку в его усилиях по возврату активов на миллиарды долларов США, которые были незаконно присвоены господином Аблязовым в период, когда он возглавлял совет директоров банка, говорится в распространенном пресс-релизе банка. Президент Казахстана Нарсултан Назарбаев поздравил женщин республики с наступающим международным праздником. 8 марта, передает Кастак, он отметил, что в Казахстане проживает 9 миллионов женщин. На государственной службе большинство работающих женщины. В сфере здравоохранения их доля составляет 75%, в бизнесе 40%. Назарбаев проинформировал, что в Казахстане в прошлом году родились 400 тысяч детей. Это население города Тарас. Он подчеркнул, что от женщин зависит моральная устоя общества страны. Вся государственная политика, все, что мы делаем, это для женщин, для вас, заключил президент Казахстана. О городских новостях вы узнаете сразу после рекламы, не переключайте. Продолжим выпуск. В поселке Родниковка из-за возгорания газа взорвался частный дом. Жертвой взрыва стала 58-летняя женщина-инвалид. Ее доставили в БСМП, где врачи определили степень ожогов. У инвалида обгорело 70% тела. Сейчас на месте работают сотрудники газовой службы, а местные жители помогают разбирать завалы. Дом практически разрушен и, как говорят в местном Акимате, восстановлению не подлежит. С места события. Репортаж Антона Пережогина. Около 15.00, как рассказала хозяйка дома, Светлана Карагулова, ей позвонили на работу и сообщили о случившемся. В доме оставалась ее сестра-инвалид. Прибыв на место происшествия, Светлана увидела горящий дом и обгоревшую сестру, лежащую на снегу. Я думаю, что она, наверное, хотела чай поставить, потому что газовые службы, ну, как газовые, ремонтные эти шли у нее. В связи с тем, что замерзает, шли вот эти работы. И они отключили газ, но домой не зашли, не сказали. Я думаю, что она внутри крана не закрыла, ей какое-то скопление, может, было. Не знаю даже, я даже рядом не была, я не знаю. Пострадавшую женщину отвезли в БСМП, где врачи определили степень ожогов. У инвалида обгорело 70% тела. Вчера в 5 часов вечера к нам поступила жительница Родниковки 57-го года рождения. В критическом состоянии она была доставлена машиной скорой помощи. Женщина получила 70% ожогов тела. Порождены дыхательная система, нижние и верхние конечности, верхний корпус. В настоящее время она находится в реанимации и получает необходимое лечение. Состояние пациентки остается стабильно тяжелым. Как рассказали в пресс-службе ДЧС, при взрыве и пожаре пострадало 75 квадратных метров дома и прилегающей территории. Причины устанавливаются. На место вызова направлены 6 человек. Одна единица техники СПЧ-1, служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Актюбинской области. 4 человека Мартугского РОВД. Но у местных жителей уже готов вердикт, кто виновен в трагедии. Салават Абилов живет на другом конце поселка, но взрыв услышал так, как будто это произошло в двух шагах. По словам сельчанина, взрыв повлекли работы по прокладке и прочистке труб нового газопровода, который запустили с декабря прошлого года. Во-первых, говорит сельчанин, газопровод при подведении к поселку проложен под землей. А в этой местности много родников. Во-вторых, газовые трубы укладывались рядом с отопительными. По мнению местных жителей, все это повлекло скопление конденсата, который прямо сочится сквозь сочленение труб. На днях прорыв произошел на открытом участке. По словам жителей поселка, горела сама земля. Салават Абилов отметил, что в любой момент вся улица может взлететь на воздух. В такой же опасности и другие дома поселка, где проложили новые трубы. У меня тоже была утечка. Они, сколько я вот звал, 104 звонили. 104 звонишь, они телефон даже не берут этот 104. С домашнего сколько звонили. Он говорит, вы с Билайна выходите. Ну звонишь, не дозваниваешься, это 104 вот этот, газовиков. Сколько месяц, мы уже говорили. Они только вот 4 дня тому назад приехали, устранили это. И вот сейчас они что-то собираются поедать, сейчас мне с дома звонят. Говорит, это приди там, помочь надо им. Соседка Погорельцев Айша Амандыкова уже 2,5 месяца старается не заходить в родной дом. Едкий запах газа не позволяет не то, что готовить обед, а просто находиться в помещении. Газовики, в свою очередь, заявили, что трубы здесь ни при чем. По их мнению, неполадки в газовой печи. Вот уже мне 2,5 месяца травит. Я уже с декабря, с 15-го, вот покоя никому не даю, потому что я задыхаюсь. Я и в мороз, и это я и ночью, и днем на улицу хожу. У меня форочек, двери всегда открыты. Вот с того момента я жалуюсь. Вот. Теперь я выяснила, что это не их вина. Это получается, что это от печки. Пригласили, пригласили, Акимат пригласил пожарника. Пожарник среагировал сразу, понюхал, говорит, это не печка. Сейчас на месте работают сотрудники газовой службы, а местные жители помогают разбирать завалы. Дом практически разрушен, и, как говорят в местном Акимате, восстановлению не подлежит. Пока пострадавшую семью поместят в коммунальное жилье. Вопрос о постройке дома, заверили представители Акимата, будет решаться. У нас есть двухквартирный коммунальный дом построенный. И сейчас ТО родники очищают подъезд туда. Завезется сейчас уголь туда людям. И временно мы поселим этих людей там. А после завершения всех экспертиз, решения, какое примется, там уже будет видно, как. Но дом, вы сами видите, восстановлению не подлежит. Нужно новое строительство нового дома. С нашей стороны мы все поможем. Но это не обнадеживает владелицу сгоревшего дома. Построить новое жилье она сама не сможет. Я жила на мою зарплату, на мою школьную зарплату. И все, она даже не знает. С чего мы восстановлены, я даже не знаю. Я сейчас даже не знаю, куда идти. Они говорят, дадим временное жилье. Но это ведь временно. А как дальше жить? Не знаю. Работники АО «Кастронсгаз Аймак» проверяют все подведенные к домам газовые трубы на взрывоопасной улице. Как рассказал главный инженер компании, прокладывали газопровод работники подконтрольные Мартугскому ЖКХ. Работники в униформе «Кастронсгаз Аймак» на вопрос журналистов, в чем причина взрыва, ответили кратко. Вот такие вежливые и адекватные люди работают в нашей газовой службе. Сейчас потихоньку разбирают завалы взорвавшегося дома. А семью погорельцев переселят пока что в коммунальную квартиру. Кто виноват и кто должен восстанавливать жилье, пока неизвестно. Антон Пережогин, Канат Аспагамбетов, программа «Факт». Цены на жиженный газ в Казахстане снизились в три раза. С начала марта официально тонна жиженного газа в оптовой продаже стоит 11 034 тенге. Об этом сообщает Кастак со ссылкой на Министерство энергетики Республики. Согласно документу министром энергетики по согласованию с Министерством национальной экономики Казахстана подписан приказ, где сказано утвердить предельную цену оптовой реализации жиженного нефтяного газа на внутреннем рынке Республики Казахстан на период по 31 марта 2015 года в размере 11 034 тенге за тонну без учета налога на добавленную стоимость. Ранее приказом Министерства энергетики от 15 декабря прошлого года предельная оптовая цена жиженного газа составляла 31 536 тенге за тонну. Как сообщил вице-министр энергетики Макзом Мирзагалиев, цена на жиженный газ снизилась по причине падения расценок на нефть и газ на мировом рынке. Несмотря на официальное снижение на 65%, в октубере от газовых заправок продолжает сохранять стоимость 1 литра пропана на уровне 35-36 тенге за литр, которое, по словам работников АЗС, установилось еще в феврале. В областном драмтеатре сегодня состоялся праздничный прием Аким Ак-Тубе, на который были приглашены свыше 300 женщин города. Многодетные матери, ветераны войны и труженицы тыла, матери воинов-афганцев, учителя, врачи, общественные деятели и бизнес-вумен. Власти попытались создать для них максимально праздничную атмосферу. Впечатлениями поделится Аселя Кинжалина. На этом празднике жизни каждая из женщин должна была чувствовать себя королевой. Казалось бы, весь прием, организованный городскими властями, был пропитан этой идеей. На входе каждую из вошедших дам встречали статные парни в смокингах и под ручку вели в зал. Звучал оркестр, лило шампанское, фондю, зал украшали цветы, а еще улыбки красивейших женщин. А сегодня все были непременно красивы. Весна. Украшали этот вечер фэшн-шоу девушек в дизайнерских платьях и выставка мастеров ручных изделий. А еще ярмарка цветов. Между делом можно было выбрать к празднику подарок близким. В целом, вечер задался с самого начала. Я души хочу пожелать вам, дорогие, никогда не болеете. Пусть здоровыми и счастливыми растут ваши дети. Пусть всегда будет спокойным ваше материнское сердце за их судьбу. А всем нам, пусть всегда, как и прежде, в нашем родном Казахстане, каждому из нас будет по-матерински тепло и уютно, а по-отцовски надежно и уверенно. Поздравляю женщин с 8 марта. Желаю здоровья, счастья, успехов в личной жизни, а также всего самого наилучшего. От лица городского Акимата разрешите поздравить всех наших милых дам, наших дорогих мам, наших бабушек, всю женскую половину нашего города Ахтубе. Всем пожелать весеннего прекрасного настроения, всем огромной неземной любви, благополучия в семьях, женского счастья, конечно же, мира на земле. Всех поздравляю с женщин с 8 марта. Желаю вам счастья, здоровья, крепкого и будьте всегда красивыми. Оставайтесь такими. Ну и к торжественной части праздника небывалое настроение весны задал одноименный хореографический номер. Далее слово взял глава города Ерхан Умаров. Он высоко оценил вклад прекрасной половины человечества в социально-экономическое развитие города и пожелал актюбинским женщинам счастья и весеннего настроения. Уважаемые женщины, мы высоко оценим ваш вклад в развитие экономики и социальной сферы нашей страны. Особую дань уважения мы отдаем сегодня женщинам старшего поколения, ветеранам войны, труда всем, кто не жалеет сил, работал во благо нашей Родины, его настоящего и будущего. Огромное спасибо вам за ваш труд, за вашу любовь и доброту. Благодарим вас за силу и мудрость, милосердие и безграничное терпение. Пусть наступающая весна подарит вам больше радости и надежды. Продолжился вечер праздничной программы. Городские исполнители и творческие коллективы, инструментальное трио «Артумар», соло на саксофоне, танцевальный ансамбль и эстрадный балет радовали зрителей с концертом. Но и для полного счастья каждой гости вечера были вручены подарки и цветы. Асякин Жалина, Алексей Уразов, программа «Факт». Депутатский корпус областного маслехата поздравляет женщин, ветеранов государственной службы с предстоящим праздником 8 марта. Сегодня слова благодарности за самоотверженный труд прозвучали в адрес Татьяны Ивановны Бородулиной, отдавшей много лет комсомольской партийной работе. А доброй встречи в следующем сюжете выпуска. Днем всех женщин, пожелать вам здоровья, счастья, успехов, неиссякаемой энергии. Спасибо большое. Которая вы пристали в свое время. Да, было дело. Да, и наша республика отметила вас и медалями, и с орденом дружбы народов. Вы очень известный человек, нам очень приятно, что вы житель нашего города, хорошего города Актюбинска. Еще раз праздник вам. Спасибо большое. А мне приятно встретиться с внуком Бондронского Глеба, с дедушкой вашей. Спасибо огромное. Встреча действительно оказалась приятной для всех. Преемственность поколений существует и в таком ответственном деле, как служение народу. Поэтому и наставница, и ее нынешние преемники не спешили прощаться друг с другом. Говорили о тех, кто своим примером научил работать самоотверженно. Добрым словом вспоминали ветеранов и тех, кто до сих пор в самом ответственном строю. Нам есть на кого равняться. Вот мы на вас равняемся. Спасибо. Ваша энергия нас заряжает, поэтому живите долго. Всеволод Щегельский депутат с опытом, но рядом с этой скромной женщиной называет себя не иначе, как ученик. Ведь вся жизнь Татьяны Ивановны – пример для подражания. Девчонка она приехала в наш город из Оренбурга, закончила с отличием педагогическое училище и мечтала, как героиня весны на Заречной улице, проверять тетрадки у распахнутого окна под шум берез и учить грамоте деревенских малышей. На свете много улиц славных, но не сменяю адрес я. В моей судьбе ты стала главной, родная улица моя. Но за собой позвал комсомол и затем партия. Этой работе она отдала долгие годы, до самой пенсии. И даже сейчас, находясь на заслуженном отдыхе, она продолжает занимать активную жизненную позицию, остается в курсе происходящих в стране событий и не теряет оптимизма. Работы всем хватает. И очень приятно. Вчера я слушала программу по нашему женскому форуму и сказали, что наши октябрьские женщины самые активные в Казахстане. И я желаю вам всегда этой активности. Пусть в жизни вашей будут только добрые дела. Пусть сердце никогда от боли не заплачет. И пусть кружится ваша голова от счастья, от здоровья, от жизненной удачи. Ирина Гудь, Жаслан Жубаев, программа «Факт». Это все новости к данному часу. Весь коллектив программы «Факт» поздравляет всех женщин с наступающим праздником, здоровья, счастья и цветите на радость нам, мужчинам. А я с вами прощаюсь. Приятных выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова